Привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Десятый ход нашей войны, десятый день у нас уже имеется. И, казалось бы, всё самое интересное уже позади, Санты выиграли войну. Но сегодня я вижу совсем иную картину, и это, наверное, тот самый день, когда всё ещё может перевернуться в нашей войне. Сегодня у Сант пока что имеется 76 очков, у Эльфов 27, у Снеговиков и вовсе 8. Но, когда я открываю карту, на момент записи видеоролика уже около 9 часов вечера по московскому времени, довольно поздно сегодня записываю, но так вот получилось, так сложилось. И, наверное, сразу скажу, ребят, если не сложно, поддержите видос. Спасибо всем, кто поддерживает, кто старается для меня, я стараюсь для вас, поэтому до конца мы, я думаю, что уже это всё дело доведём, поэтому, если не сложно, лайк на видосик поставите. Ну, а что касаемо сегодняшнего дня, я немножко даже в шоке. Я серьёзно, немножко даже в шоке. С того, что столько зон сегодня у Санта идёт. Всё, что я начинаю щёлкать, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 центральные по 5. Сколько по 3 зон уйдёт, это ужас, это просто ужас. Сегодня Санты могут вообще начать проигрывать. Понятное дело, что, скорее всего, у них очков ещё будет больше, но какое большое количество зон забирают себе эльфы. И когда многие уже, грубо говоря, на 8-м ходе просто говорили, что Санты уже победители, что война уже окончена, я говорил, что не торопите, ребят, события. Это война, которая очень легко может поменяться, и сейчас что мы видим? Мы видим то, что Санты начинают делать глупые ходы. Например, сегодня на Red Alert отдали почти 30 тысяч звёзд. Вы понимаете, какие это цифры? А на центральной точке, если бы добавить хотя бы 4 тысяч этих звёзд, которые вкинуты на Red Alert, на 1-очковую зону, она вообще, по сути, ничего не решает. Вы хоть отдайте все вот эти по 1-му очку зоны, если вы будете контролировать вот эти все центральные, вы будете выигрывать значительно жёстче свою войну. И для чего 30 тысяч в сумме отдавать на столицу атаки? Вы её никогда не заберёте. И за счёт вот этих вот глупых ходов, которые я сейчас буквально анализом, ну, буквально 50 минут обнаружил, я понял то, что нет никакой магии у Сант. И то, что до этого у них получилось такое большое количество территорий забрать, это, наверное, просто были слаженные действия и в какой-то степени неверные ходы со стороны Снеговиков и Эльфов. Но что я вижу сейчас? Я вижу такую же обычную фракцию Санты, которые также ошибаются, которые также делают глупые ходы, которые также уже завтра начнут вести уж точно не с таким большим отрывом. Сегодня вечером мы ещё посчитаем количество звёзд каждой фракции. Вчера у Сант было на 20 тысяч звёзд в сумме больше, чем у Эльфов. У Снеговиков там было поменьше, но, ну, в принципе, это и видно, то, что сегодня у Снеговиков всего лишь 8 очков осталось, то есть остались, ну, просто копейки, грубо говоря, и при том, что, по сути, сказать, что на этом всё для них закончено, я не могу. Сегодня они отожмут территорию, и при том нормальное такое количество, и в общем и целом ещё смогут побороться, посражаться в нашей войне. И я скажу, что... Я думаю, что ещё всё самое интересное впереди. Не зря я вчера вам, друзья, говорил про то, что львы в прошлой войне тоже так и жёстко проигрывали, а под конец выиграли её. Это были, грубо говоря, такие же аутсайдеры войны, как, например, те же эльфы, снеговики, и потом они просто начали дико топить и начали выигрывать войну. Осталось ещё, грубо говоря, 4 дня, 4 хода. И чисто в теории времени ещё хватает, дабы успеть победить Санд. Если снеговики и эльфы будут вместе сплочённо атаковать, то у Санд начнутся большие проблемы. Я, конечно, со своей точки зрения считаю, что такое отдавать это будет, наверное, просто провально и фатально. И я понадеюсь на то, что Санты всё равно выиграют эту войну за счёт того, что был такой огромный перевес у них, определённое количество времени. И то, что даже, несмотря на то, что завтра большое количество территорий отдадут Санты, всё равно у них остаются шансы на выигрыш в этой войне. Наконец-таки я думаю, что они перестанут атаковать эти уже столицы. Ну, это, ну, такая ерунда. Просто, ну, впустую эти звёзды уходят. Ну, для чего вы это делаете, друзья мои хорошие? Пора уже задуматься о том, что всё начиналось с того, что вы делаете грамотные ходы, забираете важные точки по 3 очка, и за счёт этого выигрываете в этой войне. Пора вспомнить, что они делали. Потому что сейчас, когда я вижу вот эти вот атаки, на всякие точки по типу, там, того же Фореста, подземки, там, да, уйма просто, уйма звёзд отдаётся, но при этом это всё одноочковые зоны. Забери ты Парму, забери ты Новол. Это зоны, которые тебе будут более нужнее в этой войне. Ну, для чего вот эти вот глупые атаки по одному очку? Ну, я вообще не понимаю. Я очень надеюсь, что Санта не будет сейчас сдуваться и сливаться, и всё у ребят будет нормально, но на сегодняшний день я могу с уверенностью 100% сказать, то, что Санты начинают потихоньку сдавать позиции, и начинают проигрывать. Ладно, давайте я уже не буду тут больше мусолить, а то я так думаю, что уже надолго всё это дело затянется. Давайте сразу перейдём к ходам. Расскажу я вам, что я тут сегодня наставил. Сегодня наставил очень банально просто, при том раскладе то, что уже не такое большое количество времени осталось. Грубо говоря, половина дня уже прошло с нашим ходом, и дальше уже ночь, я не знаю, как там пройдут все эти события. Но за Сант я рискнул, поставил на атаку пармы, там на 3,5 тысячи у эльфов больше очков, а на долину за деф, тут тоже, короче, у эльфов имеется преимущество. За эльфов по другую сторону сделал с точностью да наоборот, то есть атака на долину, деф на парму. Ну, не знаю, мне, честно говоря, хотелось бы наоборот, чтобы Санты, например, потянули эту зону, а сказать, что я хочу сделать неверный ход, но это же глупо, поэтому я лучше сделаю так, как оно более нужнее. Ну, а что касаемо снеговиков, то здесь я отдал деф на шоссе, пока что Санты борются и хотят забрать эту территорию одноочковую, но атака на каньон здесь пока перевес в полторы тысячи имеется, и, возможно, эта зона тоже у Сант здесь уйдет, поэтому вот такие вот ходы я сегодня продемонстрировал. Будем следить за всей этой темочкой, за всей этой войной. Я думаю, что после выхода данного видеоролика там буквально через каких-то полчасика уже будет стримчик, поэтому кто ждет, приходите. Будем считать, будем смотреть, будем обсуждать сегодняшнюю войну, потому что потихоньку уже близится к окончанию все это дело, но самое интересное, как по мне, еще все только и только начинается. Поэтому, как я уже сказал в начале видеоролика, если вам не сложно, друзья, обязательно прожмите палец вверх на данный видеоролик, если не сложно, можете также подписаться на канал, если не подписаны, нажать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, также не забывайте, что в описании есть полезные ссылочки, ссылочка на Дискорд, где есть чаты фракций, также есть группа ВК, в которой выкладываются посты по поводу войны, где вы можете все посмотреть, что я делаю, куда атакую, поэтому тоже в нее переходите, если вам это интересно. Ну а с вами был мистер Ванька, спасибо всем за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока, буду вас ждать вечером, давайте приходите, пока.